ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ Малая Родина. Спасибо, огромное, очень приятно. Эта песня, которой мы открыли час, ну, она какая-то волшебная. И уже, ну, какой-то вот особый жанр она стала. Вот как вы себе это представляете? Я не представляю. Я не представляю просто, потому что... Меня, правда, часто задают вопросы разные, разные вопросы по поводу этой песни. Но бывают такие вопросы, например, ну, неужели вам не надоело? Ну, вы устали, наверное, от этого. Ну, как вам, наверное, тяжело так все время? Я говорю, ребят, во-первых, кто может устать от народной любви? Никто. Во-вторых, что значит тяжело? Ну, это наша жизнь, мы работаем. Все думают там, типа, что такое быть артистом? А, кстати, анекдот есть. Папа, папа, тяжело артистом быть? Говорят, нет, сынок, мне тяжело. Наливай да пей. Так и здесь. Но на самом деле это огромный труд во всем. В переездах, в репетициях, в записях, в съемках. И, тем не менее, это приносит свои плоды, потому что люди благодарные очень. Наш зритель очень благодарный. Тебя любят. И эту любовь, она не может надоесть. И от нее не можешь устать. Только человек бессердечный и вообще как бы сухой черствый может устать от того, что его любят. И любят его творчество и песни, которые звучат от него. Поэтому я с огромной радостью пою и всегда эту песню. И она мне никогда не надоедает. Это феноменально, конечно, потому что она... Иногда я слушаю, я вот пою, слушаю сам себя в концерте. Так происходит, что в концерте ты поешь, а все-таки в голове у тебя еще есть другие мысли. В зависимости от этих слов. И вдруг я ловлю себя на мысли, что я что-то другое раньше не слышал. Вот какое-то словосочетание. Эти вот совершенно потрясающие стихи Николаева и Игоря, они магические. В них иногда ты слышишь то, что тебя вдруг выталкивает, выталкивает воспоминания какие-то в тебе рождает. Ты поешь, а потом вдруг думаешь, господи, а где я сейчас, в каком куплете? Возвращаешься. Понимаешь? Вот, ну, это профессиональный автоматизм. Путешествия в песне. Да, путешествия во времени в песне. Вспоминаешь какие-то невероятные эпизоды. Я думаю, что это и есть феномен песни «Треть сентября». Во-первых, невероятная музыка, красивейшая. Шикарная аранжировка, крутой. Женька Кобелянский сделал аранжировку, первую самую ту. Стихи Николаева, именно стихи, потому что говорят, а чьи слова? Да не слова. А стихи? Да, стихи. И вот мне повезло, что я ее спел. И вот она вот так вот феноменальна тем, что в ней есть какая-то внутренняя, пронзительная какая-то, но очень чувственная вот эта любовная штука. Я даже не знаю, как это... Драматургия такая мощная. Да, магия. Да, магия. Ты правильно будешь. Между прочим, магия цифр в том, что на следующий год песни 30, Михаил Захарович. Да. И у вас юбилей. Ромка считает всегда все с ним. Будем справлять. Но, кстати, песня-то ведь она продолжает жить, что-то там с ней трансформируется, и у вас развивается песня-то, не стоит... Конечно, конечно. Приоткройте, так сказать, секреты. Ну, во-первых, все, уже многие слышали о том, что произошел, как бы, такой дуэт, слияние. Егор Крид предложил сделать нам дуэт, записать и снять клип, и мы это сделали. Удивительный человек, молодой, талантливейший совершенно парень с таким энтузиазмом. Я уже не говорю о творческом потенциале, он очень велик. И потенциал его в том, что он настолько глубоко в этом, вот в том, что он делает. Он знает все, вот мы снимали клип, и я просто потрясаю, потрясаю, я был потрясен. Я в свои годы, своим опытом не знаю многих вещей и многих деталей, которые знает он. Он так глубоко вник, вот даже в съемочный процесс. Он знает каждый объектив, как называется. Он какие-то позиции находит. Это просто удивительный человек. И он написал классный рэп. И я спел там тоже часть куплета, часть припева. То есть у нас там равноценная доля, как бы, в этой песне. Но песня получилась, дуэт получился очень хороший. Он, я думаю, буквально на днях выйдет, и все будут... А потом будет клип, он уже готов нужен. Вот, это одно. Дальше, что я собираюсь... Во-первых, в прошлом году вышел комикс на 3 сентября. А в этом году эта компания собирается выпустить, и она выпускает какой-то отрывной календарь. 365 страниц, где на каждом... Там везде 3 сентября, 3 сентября, 3 сентября, и везде что-то где-то когда-то происходило, в том числе и из моей жизни. Ну и так какие-то знаменательные даты, и знаменательные числа, знаменательная информация по поводу любого, там, каких-то много авторов, много ученых. Ну, то есть очень интересная познавательная штука, называется 3 сентября. Такой отрывной календарь. Что еще? Собираюсь я на следующий год, дай бог, хватило бы нам силы и здоровья, сделать настоящий концерт, посвященный этой песне, тоже 3 сентября. Ух ты! Хочу, ну да, через год, 30 лет песни. Ну, отмечать будем. Я хочу, я хотел бы... У меня есть много версий разных молодых людей, которые спели эту песню по-своему. От рок-н-ролла до... У меня даже одна есть версия по-французски спет. Вот эта песня невероятно чувственна. Женщина поет. Я хочу сделать в этом концерте, обязательно пригласить тех людей, которые спели эту песню по-своему. И, наверное, если мне повезет, мне удастся позвать и Крутого, и Николаева, чтобы... Авторов. Да, авторов этой песни. Ну, понятно, что там, наверное, будут мои тоже, но мои песни. Но об этом рано говорить сейчас. Это все-таки через год будет. Надо еще этот год прожить, надо увидеть, что будет, как мы будем дальше выступать, как будет развиваться наша, как бы, репертуарный лист и так далее. Я записываю много сейчас. Вот. Ну, вот такие планы, да, по этой песне. Ну, это прекрасно. И мы надеемся, что ничто не помешает воплощению этих планов в жизнь. Что касается ближайших, друзья, мы понимаем концерт в Кремле. Третье число. Да. Начало в 19 часов. Вся информация в интернете. Приходите. Будет, как всегда, роскошно. Будет, как всегда, по-шуфутиновски. К сожалению, прийти невозможно, потому что продано все. Ну, Михаил Захарович, вот вообще не сомневались. А я сомневался. Сомневались? Конечно, это переносы же. Сначала концерт, посвященный день рождения, была пандемия. Потом решили, давайте сделаем через год. Не получилось, потому что опять была какая-то эпидемия. Та же самая, но повторная. И вот решили, давайте попробуем, рискнем, на 3 сентября перенесем. Вот тут вроде... Все совпало. 3 сентября концерт Михаила Шфутинского в Кремле. Ура. Вот понимаете, 3 сентября счастливая дата. Мы сегодня, кстати, выяснили, что 3 сентября, по-моему, 35-го года, 1 сентября, наконец-то, стало официальным днем знаний. Понимаете? Здорово. У нас на очереди песня под названием «Раскрой окно». За нее вам тоже громаднейшее спасибо, потому что, ну, это шансон, который жить и любить помогает. Прямо сейчас мы его послушаем. Друзья, если у вас есть вопросы к Михаилу Захаровичу, номер студии «Радио Шансон» вы знаете, пишите, задавайте. Мэтр у нас в течение всего часа, так что вы еще успеете. Ну, а сейчас музыка. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Оу, есть, друзья, с Любовью. Мы продолжаем общаться с Михаилом Шуфутинским. Сегодня Михаил Захарович в гостях у «Радио Шансон». Обсудили уже предстоящую совместную работу с Егором Кридом. Но мы знаем, что уже с молодым талантливым артистом делал Михаил Захарович совместный трек. Это Александр Эсте. Да, да. Будут и еще совместные работы. Еще обязательно будут совместные работы. Но, в частности, вот с Сашей, с Эсте. Очень, вот сейчас уже почти готово. Новая совершенно песня. Он потрясающие стихи написал. Я не знаю, могу ли я сейчас выдавать название ее, потому что это не очень, может быть, правильно. Тогда подождем. Будет хороший дуэт, и я собираюсь его, свой следующий альбом обязательно включить, если я успею его записать. Но, может, как-то к юбилею я поспею еще подсобрать песен, сделать такое. Сейчас уже практически, ну, процентов 60 альбома готовы, но у меня еще есть время до апреля месяца. Да уж, Михаил Захарович, вы порадуйте, пожалуйста. К тому же мы знаем, что у вас есть прекрасные способности старые песни реанимировать, украшать их уже современным саундом. И тоже вот с этим как. Да. Я их люблю все очень. Они для меня такие трогательные. Я когда-то, у меня с каждой из этих песен, я вообще все-таки больше зритель, а не артист. Потому что, наверное, зрители в каждой песне находят что-то свое для себя, дорогое, ценное, какие-то воспоминания. Так и я. Я про каждую из них помню, где записывал, как, почему, что, какие впечатления у меня были, с кем я общался на эту тему. Поэтому я их оставляю все-таки в первозданном виде, я имею в виду смысл вложенный в эти песни. Но я пытаюсь их обновить музыкально немножко, не сильно, не кардинально. Но все-таки обновить так, чтобы палитра музыкальная, окружающая, обрамление этого бриллианта, чтобы она была все-таки такой немножко более сегодняшней, но с приметами 21 века. Стиль оправы изменил. Да, да, немножко. И, в общем, пока удается. Хотя это мучительный труд, потому что хочешь остаться самим собой и боишься, что ты себя сам отодвинешь. Это нехорошо. Но вот такой альбом тоже хочу выпустить, потому что песен набралось, и пока отзывы у всех хорошие из того, что мы слышим. И в эфире шансона, конечно, эти песни тоже идут отлично. Получается, что в апреле, к юбилею, мы можем услышать два новых альбома. Я очень на это надеюсь и очень рассчитываю на это. Работаю много сейчас в этом смысле. И хотелось бы, чтобы так произошло. И, Михаил Захарович, возможен ли в апреле Крокус? Вот тут как? Ну, я могу проанонсировать 18 апреля Крокус, да, юбилейный концерт, который... Который мы все ждем. Да, я сам его жду с нетерпением, и у меня очень много планов. Я, честно говоря, рассчитываю еще пригласить определенных людей, которые спели тоже 3 сентября. Но по-своему есть несколько версий, очень мне приятных, и в стиле рок-н-ролл, и какие-то ребята поют по-испански, там, я календарь, это так прикольно. И есть одна версия, девушка спела по-французски, потрясающая. По-французски 3 сентября. Да, невероятная версия, просто такая чувствительная, такая полноценная французская песня, настоящая шансон. Я надеюсь с ней договориться, ее позвать тоже. Я вот хотел бы, чтобы в этом концерте было 4-5, может быть, 6 вкраплений таких, когда будет 3 сентября, вот, другими людьми спета. Ну, это уже опять мы перешли на 3 сентября, на следующий год. А что касается моего юбилейного концерта... Который в Кремле. Да, нет, не сейчас, в следующий год в Крупусе объявили, да. Что касается этого концерта, то я, в общем, тоже рассчитываю что-то такое, не то чтобы удивить, но сделать что-то, что-то в нем какая-то, чтобы была изюминка особая. Потому что в этом году мой концерт, он, в общем, достаточно стандартный. Я ничего не делаю, никаких премьер, я вообще этого боюсь в большом концерте. Потому что люди пришли послушать свое, то, что они... Люди любят узнавать, да. Подпевать. Я боюсь новое, что-то так прямо вот совсем новое, радикально вставлять, это сложно. Потом скажут, ну, Мишаин, ну, чего ты там, куда ты пошел? В другую сторону. Должно пройти время, пока они привыкнут к этому. Но все-таки что-то я хочу делать, я сейчас думаю, что... Сейчас над этим работаю, времени осталось мало. Ну, вот, но два альбома это точно. Вот я вот все сделаю для того, чтобы они вышли. Михаил Захарович, правда ли, что один из внуков у вас 3 сентября отмечает свой день рождения? Да, конечно, Дмитрий, старший. Старшенький, да. Он в Штатах, да? Как? Он в Штатах, и он в Израиле тоже живет. И ему... Подождите, ну, ему сейчас... 95-го, да? Да, ему 27 лет. Он знает о том, насколько популярна здесь, в России, песня в его день рождения, 3 сентября? Он знает, потому что он служил в армии, и там были русские ребята, их много, которые ему все время говорили. А его фамилия Шуфутинская, они не знают. Пацаны молодые. И он, конечно, он все это знает. Ему вот интересно. Сейчас я его поздравлю послезавтра. И если я не путаю, недавно был юбилей сына у вас. Да, конечно, 50. Старшему сыну Дэвиду 50. Буквально вот... 29 августа, да. Отметили все? Отметили, красиво, хорошо, да. Ну, да, много было народа, и были его друзья, с которыми он в кино работает. И были мои все друзья, потому что, в общем-то, это мой праздник больше, чем его. Они не очень привыкли отмечать так широко, а я все-таки этого хотел. Потому что кто для него еще сделает это, если не я. И радиошансон тоже поздравляет с юбилеем. Супер. Дядя Паша у нас на очереди песня, которую мы очень любим. Вам за нее огромнейшее спасибо. Тоже песня с историей, Михаил Захарович. Вот эта песня, можно маленький фильм, наверное, даже снять по сценарию этого произведения. Прямо сейчас можем послушать, да? Можем послушать. Все, поехали. Михаил Шпутинский, Дядя Паша на радиошансон. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Его мы любим, вот за это умеет делать песни Михаил Захарович. Михаил Шпутинский, шарфик, только что на радиошансон. Друзья, полезное время продолжается. И хочется сказать, что до третьего сентября еще есть время. Сегодня первое. И, Михаил Захарович, о школе немного. Вы же учились сразу в двух. Да. Каково же это было-то вот? Нет, ну и музыкальная школа началась позже. Позже? Несколько там, пару лет, да. Хотя нет, хотя, наверное, примерно так. В соцсетях написано, что сразу? Ну, где-то... В школе я очень хорошо учился, в общеобразовательной. Я учился хорошо, до пятого класса. Я вообще был отличником. Ух. Да, на одни пятерки. Я жил с бабушкой и дедушкой, меня хвалили, они все. И мне нравилось, когда меня хвалят. Я учился хорошо. У меня получалось. Музыкальный тоже. Но это не музыкальная школа была. Ко мне приходил учитель. Папа принес аккордеон, и он мне очень понравился. Трофейный, такие перламутровые клавиши, золотые немецкие аккордеоны. Я так хотел на нем что-то. Мне взяли учителя, и он со мной занимался. И я очень успешно начал играть. Но он говорит, мальчик хороший слух, и надо его отдавать учиться в музыкальную школу. Ну, на аккордеоне у нас не преподавали ни в одной музыкальной школе игру на аккордеоне. Потому что инструмент буржуазный. Да уж. В то время, да. Только баян. Поэтому мне купили баян, и стал я на нем переучиваться, и поступил в школу уже музыкальную на баяне, по классу баяна. Вот. А в общеобразовательной я учился неплохо. Потом меня приняли в пионеры, и я стал учиться хуже. Симптом, да. Потом я повзрослел, и... Ну... Музыка взяла свое. Музыка взяла свое, да. И я все больше играл в каких-то маленьких оркестриках джазовых и так далее, и тому подобное. И, в общем, в результате я... Короче, открою маленькую тайну, я в восьмом классе остался на второй год. Я даже не это самое, даже... Но это опыт какой? Ругали меня сильно. Конечно, папа и бабушка, и все, в общем. Но я перешел в вечернюю школу, в школу рабочей молодежи. И это было тогда возможно, и, в общем, было несложно, потому что надо было просто где-то оформиться на работу. И тебя принимали в школу. Шермы называлось, школа рабочей молодежи. И приходили туда разные совершенно люди, с заводов, с фабрик, кому нужно было получить аттестат. Вот, и я учился. Да, доучивались. Да, доучивались. Ну, я успешно ее закончил, потому что мы с моим оркестром на каждом празднике 1 мая, 9 мая, под Новый год, 7 мая, и прямо играли там на танцах. Для всех школьников взрослых. Ну, конечно, да. Они приходили с женами, с семьями. И в самой школе, в общем, образовательной, то есть вечерней, это очень нравилось. Поэтому у меня не было проблем с экзаменами, я как-то очень легко ее закончил, и прямиком по тому же музыкальное училище. Дорогие мелодичные музыкальные дети, вот понимаете, как музыка может вас выручать, если какие-то предметы, там, точные науки у вас не очень идут. В общем, а любимый предмет в школе, это, наверное, музыка, так оно и есть. Ах, в школе-то музыки не было, там было пение, по-моему. Хоровое пение, да. Вот. А хор уже в музыкальном училище, это предмет, который я очень любил, и это такая профессия серьезная. Это даже тяжелее, чем дирижировать оркестром, потому что хор это все-таки совсем живой инструмент. Это почти, это даже сложнее скрипки. Вот. Поэтому мне всегда это нравилось, меня всегда это влекло, и это очень серьезное, фундаментальное, хорошее образование. Получайте хорошее образование, друзья. Это всегда в жизни вам пригодится. 25 лет назад, Михаил Захарович, у вас вышла книга. Да, было такое. Вот. 25 лет прошло, может быть, будет еще одна. Как вот с этим? Есть ли? Мы не знаем, предложения поступали, но боюсь, что я не потяну, потому что совершенно не хватает времени. Я даже начал что-то, ко мне приходил редактор, мы с ним обсуждали, как это сделать, какие сделать, ну, как ее построить. Но это титанический труд. Это хорошо и здорово получается у писателя, чья это профессия, которая только этим и занимается. Но у него не может быть не такая интересная жизнь. Да, да, но ведь надо уметь это изложить на бумаге. Одно дело, ты рассказываешь, языком мелишь и тебя слушают, а другое дело, написать так, чтобы люди захотели это читать и после третьей страницы отбросили это в сторону. Вот это, ну, не хотелось бы такого, не знаю, не знаю, пока вот не готов, не готов. Книга называется, друзья, и вот стою я у черты, если вдруг кто-то еще не в курсе, да, 97-го года книга. Мы должны сказать о том, что Михаил Захарович еще появится на прекрасном празднике, который готовит Радио Шансон. 26 ноября. Обязательно. Приходите, эх, разгуляй. Все подробности, билеты есть на сайте радиошансон.ру. И у меня вопрос, Михаил Захарович, вот каких правил вы придерживаетесь, ну, чтобы излучать энергию счастливого и гармоничного человека, которую вы излучаете? Эх, правил по жизни, может быть, какие-то. Сказав простым языком, чтобы излучать с собой, как бы, счастливого человека, надо быть счастливым, а я счастливый. Значит, просто надо быть самим собой, вот, самим собой. Слушайте, в моей жизни столько счастья. Бог мне дал, дал возможность петь, заниматься любимым делом всю жизнь. Мне еще за это платят прилично. И я радуюсь своим каким-то, тому, что я делаю. Радуюсь, если это успешно. И я счастлив от этого. Я счастлив от того, что у меня огромная аудитория, и люди меня любят, и они приходят на мои концерты. Это, в общем, последнее время даже стало вообще полностью смыслом моей жизни, потому что с годами ты начинаешь понимать, как это важно. Вот это счастье. Поэтому я просто такой и есть. Какой есть, такой есть. Вот так излучаю то, что я, то, что ощущаю в жизни. За это мы вас и обожаем, Михаил Захарович. Кстати, по поводу песен, если я ничего не путаю, вы как раз петь-то начали в Штатах, потому что надо было что-то есть. Вот как все взаимосвязано, да? Я немножко пел до этого, и потом у меня все-таки хоровое образование. Но петь вот прям вот так вот вышел и пел, да. Это началось в Америке все, потому что нужно было кормить семью, зарабатывать. А там просто музыка в русских ресторанах, она совершенно никому не нужна. Там надо петь во всех анализах, для всех национальностей. Я эту поговорку всегда применяю, но так и есть. Потому что там же был сгусток всех. Люди с Украины, люди из Казахстана, люди отовсюду. И надо было все знать и все петь. Мне это удалось. А по поводу книг еще вот... Ну, Довлатов, кстати, 3 сентября родился. А что вы сейчас читаете еще, раз уж мы так практичем чуть-чуть? Я сейчас читаю замечательную книгу «Райгород». 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 Да, «Райгород». А, вот. «Райгород», да. А, подождите, это же Гулько. Замечательный Александр Гулько, писатель, который написал эту книгу, и он мне подарил ее, подписал. Я вот начал ее читать, получаю огромное удовольствие. Она проеврейское старинное местечко, про те годы до революции, во время революции, потом до самой войны. Ну, очень интересно, рекомендую. Я просто захлеб ее читаю сейчас. Спасибо, Михаил Захарович. Пусть все, что вы задумали, непременно воплощается в жизнь. Даже вот те истории, которые мы смотрели с интересом о приключениях вашей бороды, о том, что вы там ее проспорили, чтобы вот это тоже... Спасибо, что делитесь этим с нами. Спасибо. Спасибо вам. Если кто-то еще не знает, друзья, зайдите в соцсети Михаила Захаровича, узнаете, что вот не все так вот, как мы привыкли. Летом снег, зимой... Летом с жара, зимой снег, Шуфутинский с бородой. Бывают, бывают такие периоды. А ты про счастье заговорил, что я излучаю. Вот сегодня у меня счастливый день, я здесь у вас сегодня. Это для меня счастье быть здесь с вами на Радио Шансон. Я думаю, что все слушатели Радио Шансон тоже с удовольствием были в нашей компании. Это было прекрасное, душевное, полезное время. Михаил Шуфутинский, заслуженный артист Российской Федерации, был в гостях у нас. Мы вам благодарны. С большой благодарностью. Обнимаем крепко-крепко. И слушаем песню в исполнении Михаила Захаровича. Любаша Володина. Роман Шахов. До новых встреч. Пока. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной.